С самого утра на Арском кладбище непривычно многолюдно православные сегодня вспоминают родных и близких и по традиции подают милостыню тем, кто в ней нуждается. Тут же в храме свечи, поминальные записки, радоницы или пасхи для усопших всегда следуют на девятый день после воскрешения Христова. И этот день начинает следовать с церковной службы. Дедушка и бабушка похоронены и наша мама. Мешок с мусором, перчатки и чистая вода. Людмила Гурьяновой и Юрий Дмитриев, как и тысячи православных, сегодня пришли, чтобы убраться на могиле родственников. Мы не должны забывать своих предков. Мы все время ходим, каждый год. Хоть мы и сами старые уже, 80 лет нам, но своих предков мы не забываем. Это наша мама, у нее было пятеро детей. Валентина Сатарова приходит к маме часто. В этот день она не убирается, старается навести порядок заранее. Сегодня пришла просто поговорить и рассказать, как прошел этот год. А вот убрались маленько, смотрим, сегодня растаяло. Ну, сегодня же родительское. Навестить одобряется, приносить еду церковь не рекомендует. Куличи, конфеты, яйца лучше не оставлять на могилах. Лучше дам с кем-то живы, помянуть с людьми, помянуть их за столом, помянуть их от того. Это так уж в народе принято, а по церковному то нет такого, чтобы на кладбище класть. Яйца там то другое, все. Только мыши, крысы будут есть. Нельзя в этот день пребывать в глубокой скорби, унынии и слезы в Радоницу ни к чему. Навещать родных лучше в хорошем настроении и с цветами. Гвоздики, розы, пихтовые ветки, а лучшие искусственные венки дольше пролежат.